Когда обузы тюрки шли, то часть Албан были обеспокоены, как обузы отнесутся к христианскому населению. Они эмигрировали, это была первая волна албанских мигрантов. Они ушли в Киликию, а Киликия – это северо-восточное побережье Средиземного моря. Там они создали свою династию, тот, который выходец был, он был Хетун, и они основали династию Хетунидов, еще ее называют Хешумидов. Это была албанская династия. Там очень интересно, армяне это государство выдавали за армянское. После моего исследования они уже его не называют армянским. Там у меня доказано, кроме всего прочего, что эти албаны поддерживали тесную связь с исторической родиной, с Азербайджаном. И как они обращались здесь к албанцам, а здесь были еще пять этих известных миликст албанских и Несай Гасан-Джалал, Гасан-Джалал, который возрождает албанское царство в XII веке. И они с ним поддерживают тесную связь. В это время монголы нашествуют, и Гасан-Джалал им советует с монголами поддерживать дипломатические отношения, путем дарственных актов, дарений и так далее, и идти встан к Золотой Орды, к монголам, в Золотой Остан. Они это делают, они это делают, точно поступают так, как поступал сам Гасан-Джалал. И они спасают свое киликийское царство. Потом они пытаются, значит, для албанского населения Киликии, потому что с ними тоже ушли албаны, создать свод законов, судебник. Они обращаются к римскому своду законов, а там в Киликии, кроме албан, пришедших, население было пестрое. Там были и греки, и латинины, многое с чего было. И какой же им дать судебник? И испробовав все, они обращаются к судебнику албанского населения Азербайджана, к судебнику Мухтара Гоша, который в Гяньче создает судебник для албанского населения Гяньчи. А 12-13 века – это в истории Азербайджана ренессанс мусульманский, это именезамия, имясятыя и все, и христианский ренессанс. Значит, один город дает мусульманский ренессанс и христианский ренессанс. Христианский ренессанс – это, значит, возрождение, новый всплеск албанской культуры, который выражается в том, что Мухтар Гош пишет судебник для албанского населения, пишет следующий его труд «Краткая албанская хроника», где ведет историю Албании после Моисейка Макатуйского, продолжает его с X века по XII век. И потом Гяньчай еще дает Киракоса Гяньджали, который пишет историю монгольского нашествия. Монгольское нашествие было очень страшным для христианского населения. Они долго не знали, найдут ли общий язык, а оказалось не страшным. Они путем и дарения, и переговоров могли добиться нормальной жизни. И потому он написал историю монголов. Армяне, когда уже все редактировали после упразднения Албанской апостольской церкви, после завоевания, конечно, Кавказа и России, они албанские источники выдают за армянские. Это в 1800… Значит, упразднение Албанской церкви в 1836 год. А подготовительная работа шла через Польшу, это армяне работали еще… Да. А до того, значит, уже в 16 веке, они шли, налаживали связи с императором России. Очень интересно, отвлеклась от той линии. Очень важно, что путь, как они шли. Документы говорят, явились армяне из Польши. Потом есть документы, явились опять они из Польши. А уже в 17 веке, в 18 веке, явились армяне из Крыма. Я поинтересовалась, да, уже в 18 веке в Крыму армяне жили, были армянские поселения, явились с Крыма. И результат сводится к тому, значит, а что они хотят? Они хотят государства. Государства. И вот в 18 веке, когда Потемкин докладывает Екатерине Второй, что явились они из Крыма, и они хотят государства и столицу. Она говорит, что же столицу, государства-то нет. Он говорит, что глаз положили на Ереван, а государство будет тогда, когда мы, Россия, того пожелаем. Что интересно, я была удивлена, что этот документ же был использован Пикулем, писателем Пикуль, в его романе «Фаворит». Валентин Пикуль. Да, в его романе «Фаворит». Сейчас, правда, идет такое редактирование, историю редактирует. Я не знаю, какие верха, какие эшелоны власти России, но это делается. Может быть, этот документ сейчас тоже будет глубоко соскорыт. То есть это косвенное свидетельство, что Ереван, Ереванское ханство – это все принадлежит Азербайджану. Однозначно. Однозначно. И что интересно, документ 1836 года, который гласит о том, что буквально стало так, документ, приказ Николая Первого. Там написано, принимая во внимание требования, желания армянского населения, проживающего в Турции, принимая во внимание их желание создать государство на Кавказе, я упраздняю албанскую, апостольскую автокефальную церковь и номер документа. Но что интересно, этот документ они сейчас спрятали, сейчас тебе не найти. А в свое время Зиябунякова, он меня года три, даже шесть, он мне говорит, пока ты не найдешь, куда делся архив Албанская апостольская церковь, ты это должна найти. Он советовал в Казанском соборе, там этого не было, он советовал мне, во всех библиотеках Ленинграда фундах не было. И потом он говорит, может в Сенот загляднешь, а Сенот это на Сенатской площади, где стоит памятник Петру Пирму. Я туда когда пошла, там вообще интересные были материалы. Я ездила туда три года подряд, во всех архивах, нигде не было. И вдруг я натыкаюсь на перечень документов, среди которых написано дело не граждан, а поселян иностранных исповеданий. Но я логично думала, что иностранные исповедания, албанцы уже не православные. кто-то они. Может быть здесь я запрашиваю это дело. И в этих делах речь идет о цыганах, речь идет о греках, поселенных живущих в России, о всяких мелких этносах, поселившихся в России. Ищу, ищу и нахожу приказ Николая Первого об упразднении Албанской апостерской церкви и о подчинении этой церкви Ичмейдзинской церкви. Я ее переписываю. Так серкс не было тогда? Так серкса не было, фото не было. Но я его наизусть помню. И переписала. И вот прошли годы. Да, я принесла, кстати, моя желтая книга, которую нашумела и принесла мне как необыкновенную славу, 1986 год. И вот там я об этом документе говорю полностью, как он сказан. И его исходные данные даю. Теперь имею в виду 1986, а первая Албанская конференция – 2001. Вторая – 2002 год. У меня Чель, Кечеворода, ни разу у меня не говорили. «Вы им да положь, покажи документ». Мне это не говорили. А вдруг от этой конференции ко мне глава Каспийской депархии Александр присылает иеромонаха Алексея, который кстати под моим руководством писал про Албанскую церковь, кандидатскую защитил, книга вышла и там он меня «Да, пожалуйста». И теперь оказалось так, на современном уровне, я не знаю на уровне кого чего, захотели найти этот документ. И у нас же тоже есть это, сейчас скажу, Ереван-Голосы была, это, в интернете пошла, пошла, пошла… – Крепость? – Крепость, да. – Крепость, да. Ереван-Голосы. И очень хорошая была презентация. Это во главе его стоит фуатахундов. На высоком уровне они показали, что сделали с Ереваном, как Ереван-Голосы, как армяне пришли. Это изумительно. И там, и они тогда, фуатахундов, они стали искать документы. И когда сказали, что этого документа нет, он мне ничего не говорит, он поставил людей туда, в Москву и так далее. Этот документ ищут, который я говорю об упразднении Албанской церкви, еще этот документ не найден. Но я имя не буду еще говорить, кто считает, что он сможет достать. И есть одно лицо, которое очень хлопочет другим путем найти этот документ, чтобы уже было прямо. Поним? Вот так. Если взять мое творчество, это сплошной детектив. – А вы, помните, говорили, где в Англии, в этом музее, вы там что-то нашли, какой-то манускрипт? – В Англии в музее не было. – Что это было? – Это было не в Англии в музее. – В каких-то архивах вас туда допустили, и вы рискнули, что-то взяли и прочитали под грифом «секрет», то ли нельзя упакован, что-то было, то есть они скрывали свои фальсификации армянские. – А, я скажу. Значит, в Ереване есть рукописный фонд «Матена Даран». «Матена» – это рукопись, «Даран» – хранение. Рукописный фонд. И в Ереване же есть, ну, это Ищмельдинская церковь. И в этой Ищмельдинской церкви, и библиотека, видимо, богатая, туда никого не допускают из ученых. Когда по телевизору мне обсуждали мою эту книгу в 2005 году, один, значит, этот, Ереван-азербайджанец, Сулейман Манедов, он сейчас заведующий кафедрой в этом, в Апилеина, он мне в «Криминал» поставил, стал и сказаться, вы знаете о том, что она ни разу не была в Ищмельдине, а я там работала. Я сказала, чудно, чудно. В Ищмельдин не пускают никого в зарубежных. Ино армян. В Ищмельдине ни один историк мира не был. «А ты, Сулейман, значит, работал?» «Да, я работал». Я говорю, ну, все-таки ты проявил себя. Насколько ты близок к ним? Понимаешь, вот так. Все, Пашин Салдаш Ага даже вышел. А то, что, я говорю, разрешается будто бы работать в рукописном фонде, в Матенадаране, который в городе Ереване. На Матенадаране была 12 раз. Я заходила в Матенадаран. «Сидите, пожалуйста, журналы смотри». Я делала каждый раз заявку на рукопись «История Албома Исифа Макатовского». То, что у них считается древняя рукопись 12 века. Все разы мне писалось «Рукопись в процессе обработки», «Рукопись больна», «Рукопись в процессе реставрации». И директор Матенадарана спускался, смотрел, кто просит. Да, это та самая, та самая. А вы знаете, как долго она будет болеть? Когда она? Но она больна. Потом я приехала тогда в Баку. И я сказала, что все хорошо, все твои исследования прекрасны, но тебе необходимо иметь эту рукопись под рукой. А потому что ты говоришь, как о ней критикуешь, что надо иметь рукопись. Но я объяснила ему, он сказал, что ничего, мы его заимеем через президента Академии. А президентом Академии был Гасан Багирович. Он когда сказал Гасан Багирович, что ничего страшного, я пишу письмо Барсюмяну, и он мне дадут. Два года, не то три года, шла переписка. Каждый раз писала, что «Рукопись в процессе обработки, рукопись больна». Тогда Зия сказал, «Эх ты, если бы ты нашла бы копию из той рукописи, которую надо ранее, копию из зарубежных книгофондов, я бы тебе привез бы, ты бы работала». Я сказала, у меня идея, я составила генеалогию рукописей, из какой рукописи родилась какая рукопись. Из той рукописи есть ее варианты в Британском музее и четыре в Парижской национальной. Зия говорит, принеси меня, я ему принесла. Зия написала письмо. И через три месяца, три месяца ушло, я бы заполучила эти копии, фотокопии. Поняли, это не так, как тот факт. Ну и пусть. Вот так. Теперь, значит, ну в этом контексте там еще, ну вот этот сплошной детектив. Скажу вам так, когда, значит, когда я была в Ленинграде в аспирантуре, я же там прошла стажировку, два года изучала языки и потом аспирантура. Ну, языки древнеармянские само собой. Это какие годы вы когда были? Так, сейчас скажу. Значит, в 69-м я приехала уже с готовой диссертацией. Пять лет я была до этого в Ленинграде. В 69 лет я была до этого в Ленинграде. Вот так. И когда, после университета, окончания университета, я приехала в молодость, не знаешь, какие я написала, арабский, персидский. А Зерик Юрьевич Ямпольский, албанист, он как раз был руководителем моей дипломной работы. Он сказал, Фаридка, ничего не понимаешь. Зачем тебе эти языки сделать запятую и древнеармянский? Зерик Юрьевич, зачем мне сдался древнеармянский? Я с ума скользила. А почему он мне еще его приписал? Моя дипломная работа, дипломная. Он был руководителем дипломной работы. И когда дипломную я выбирала, особого энтузиазма не было. Древность и что. Я пошла по всем кабинетам по истории. Ну, советский период, восхваление советского строя. Это все я не выносила абсолютно. И когда я зашла в кафедру истории Азербайджана, вот древний период. Древний период – восстание против сасанитского господства. Антисасанитские восстания 5 века. Мне тут же преподаватель один сказал, не бери эту тему, никакого материала нет. Ничего нету. Я подумала, нет, ненагично. Если написано, значит эта тема нужна. Он сказал, вот шею сломаешь. Я говорю, я ее и возьму. Я ее взяла. И тогда мне руководители дали ямпольского. И когда с ямпольским только мы встречаемся, я уже прихожу к нему с готовым планом. Я говорю, Сергей Николаевич, вот я план составила. Предпосылки восстания. Дальше ход восстания. И дальше годы восстания и значения. То есть любое восстание можно вот эту схему сделать. Он был уже удивлен. И сказал, что она соображает хорошо. Я говорю, зелье хочет. Он сказал, нет, нет, нет. И дальше он сказал, ну учти, это восстание освящено только в армянских источниках. Но эти источники на русский язык переведены. Они есть у Зейбунятова. И вот тогда я подхожу к Зейбунятову и представляюсь, и говорю, что мне нужен Моисей Колонкатуйский, которого считали армянским автором. Армянский автор такой-то, такой-то. И Зейбун был удивлен. Я такая маленькая. Он говорит, а зачем тебе это надо? Куда-то какие-то щели ты залезла. Ты оттуда не выйдешь. Зейбунятова. Тем не менее, он дал. Он эти источники принес мне. И уже на дипломной я стала спорить с еремянам, академикам, что он неправильно локализует наши Дербенские ворота, путы и Казарьяльскими. Неправильно он считает, вот эти албаны победили, вот армяне победили. У меня было так. Это дипломные долго и нудно держали, что это кандидатская. Но я сказала, Зейбун, какая кандидатская, что с вами? Это дипломная работа. И так далее. И все хвалили и все такое. И потому, когда я уже еду в Ленинград, Зейбун говорит, помнишь, как тебе помогли армянские источники? Я говорю, а я больше с этим заниматься не буду. Думаю, ты будешь все же с этим заниматься. Давай, Фаридка, припишем, как арабистов много, иронистов много, а армянистов по истории Азербайджана нет. Для меня, а я его очень уважала. Вот для меня сделай. Что тебе стоит? Древнеармянский. Приписали древнеармянский. А я уверена, что в Ленинграде не найдется специалист. Это механически отпадет. Я буду изучать древний Персид и так далее. Приезжаю в Ленинград. Играр был аспирантом бывшим академиком Василия Васильевича Струва. Это была величина в советской науке. Струва уже ждал нас. И Струва говорит, ну что, здесь древние персидские, это нормально, Дандамай. Будут за Дандамаем заниматься. А вот древнеармянский. Вы голубушка, откуда мне в Ленинграде вам найти древнеармянского специалиста? Мы вызовем за отдел аспирантуры Юс Башьяна и скажем, чтобы он нам помог. Фамилия какая интересная. Юс Башьян. Все наше. И Ян Ассирийское. Да, да, да. Из Карабаха, сволочь. И он его вызывает и говорит, вот голубушка, как, голубчик, как быть, вот мы ей не можем найти древнеармянский. Он говорит, ваш покорный слуга, единственный человек в Ереване, знающий, то есть в Ленинграде, знающий древнеармянский. Я с Башьим Дагуржцем буду ее обучать. Ну, я думаю, это будет блажь для Зерихевича и Ямпольского. А буду изучать я персидский. И был, значит, теперь, когда персидские языки, Пехлеви, среднеперсидское, сказали, что надо знать древнеперсидский. Надо знать современный персидский. И Пехлеви – это сравнительное между древнеперсидским и новым персидским. Вот так вот по-идиотски представили. А потом оказалось, что он, как самостоятельный язык, мог изучать запросто. И потому вы будете изучать и современный персидский, и древнеперсидский. Ну, все. Древнеперсидская клинопись. Решил напугать, да, так чтобы… Да, да. Я ставлю… Это куда? В университете есть группа, которая изучает древнеперсидский. Я ходила в группу, изучала древнеперсидский. Через несколько месяцев мне сказали, а сейчас будете среднеперсидский. Ну, там был очень сильный специалист Соколов. И Соколов сказал, что, ну, Фарида, а как можно среднеперсидский не знать современной фарси? Ну, я думаю, я с ума сойду. Современной… Ничего. Взяли и 60 часов дали индивидуальному педагогу, институт оплачивал, чтобы она меня обучала современному фарсе. И дальше древнеперсидский… Вы можете себе представить, на фоне древних этих трех персидских языков, древнеармянский, он очень слой. Он мне показался семечкой, потому что здесь я мучаюсь, я гибну. Слово, его прото звучало вот так. В последующем этапе оно вот так. А вот середина, которую вас… Поняли? Это было мукиада. А древнеармянская грамматика… Там очень противно… Но есть грамматика. Сиди, разбирайся и словарь. Поняли? И поэтому я древнеармянский… На этом фоне он читается очень сложно. Когда Играр приехал, ему сказали один из сложнейших языков. Ну, может, древнеармянский у ней очень хорошо. Он говорит, что почему тебе древнеармянский? Я говорю, слушайте, там система есть. А потом я поняла, почему мне он был легче еще. В древнеармянском языке 80%, если не от и до все 100%, это древнеперсидские слова. Выкраденный язык у иранцев. Выкраденный и названный древний. Выкраденный, да. Грамматика – это грамматический строй другой. Лексика вся персидская, древняя персидская. А я как раз изучаю древнеперсидскую, понял. И потому там лексика, здесь лексика. Здесь еще стройная грамматика. А в персидском надо, как это было древнее, а это среднее. Ну, в общем, это было мукиада. И когда два года по истечении мне в Кавказском кабинете еще был Какабадзе, изумительный был человек, сын академика Какабадзе, он сказал, что Кавказский кабинет решил, что вы древнегрузинский должны изучать. Я ему говорю, зачем? Он сказал, что мне нет фаридаштовы. Ну хорошо, Какабадзе мне диктовал, я писала грамматику, все древнегрузинское. Я прочла от и до, но этим языком я уже не пользовалась. Продолжаем. Нат, ничего не хватит. Вы продолжаете? Да. Теперь, значит, происходит такая-такая вещь. Юс Башьян через два занятия наших и Гража пишет письмо, а он в зав. отдел аспирантуры, что он очень хочет быть руководителем кандидатской диссертации Фариде Манведовой. И что это очень лестно для Азербайджана. И там, в общем, всякие реверансы. И Граж счастливый. Я приезжаю летом на каникулы. Он говорит, знаешь, твоим руководителем будет Юс Башьян. Я говорю, Григорьевич, он специалист по Византии. Он не знает Кавказа. Я когда разговариваю с ним, он Кавказа не знает. И насколько я вижу, чувствую, он середнячок в науке. Зачем он мне нужен? Говорит, очень хорошо. Ты будешь самостоятельно писать, а фамилия армянская, она не помешает. Это сказал Граж. Теперь я дома все рассказала. И так далее. Говорит, отец очень беспокоился, что тяжелое время в Ленинграде. Можно спротив туберкул. Оказалось, что Юрий Башьян, у него был туберкулез в последней стадии. Ему давили одно легкое. И он, когда мне книги давал, на них была кровь намазана. Он, видимо, это специально делал. И когда я эту книгу... Я подошла к племяннице академика Арбелия. Руслана Рубенна Арбелия. Она работала, она была возрастом. Она была благороденнейшая человеком. Я говорю, Руслана Рубенна, она говорит, да, я хочу вас предупредить. Он тяжело болен. Он, когда разговаривает, эти палочки поставит. Я говорю, а как мне? Она говорит, ну, изучайте язык, не тет-а-тет, садитесь. Вот на бок так. Я говорю, смотрите, какие книги он ей дает. Ценные книги. Ну, они все вот кровью намазаны. И она, она не выдерживает. Говорит, ну, сволочь. Я с ним поговорю. Она с ним говорила. Сказала, ты что, специально это делаешь? Я, видимо, это делала специально. Понимаешь? Бокна я беру. И это как-то в разговоре я отцу сказала. Все, он году. Три раза, если не четыре. Вызывал меня из Ленинграда. И отводил на рентген. И рентген у меня, это, госпиталь военный. И говорили, алла, надо берщей, йог. Потом у меня ореньги, на тесте сало, что он очень боялся. И усиленное питание, усиленное питание и т.д. и т.п. И каждый раз только-только об этом говорил. А потом Играра молил. Играр говорил, нет, мы не можем портить отношения. Потому что у него были прекрасные отношения с армянскими учеными. И он хотел таким макаром еще заручиться их поддержкой, или поддержкой еще раз. И, короче говоря, когда уже подходила сенсация, была первая моя статья. Я ее, когда написала, оказалось, что она чисто лингвистически-филологическая. Вывод был исторический. И приехал покойный Юсиф Юсиф. Он здесь хороший историк. Он был учеником академика Дьяконова. Верени, от Дьяконова академика не получил. Ученого Дьяконова он был, ученый с мировым именем. Ленинградской школы и т.д. Юсиф приехал и как-то стучится в дверь. А я как раз только поставила точку и закончила статью. Как дела, что, как? Я говорю, так и так. У меня статья, наверное, покажет. Очень странный. О двух терминах социальных. Термин «ерд» и «ердумарт». Он говорит, как ты уже терминами занимаешься? Я говорю, что вот я на этой основе уже видела, что рабовладения не было. Я раскрыла. Он взял на чтение. На следующий день он приходит. Он говорит, ты знаешь, что ты сделала? А я еще никому не дала читать. Слушай, в общем, он мне столько полезного наговорил. И в каком направлении твои мысли. Ты же только изучаешь древнеармянский. А здесь филологический анализ, за которым стоит историческое сейчас. Я говорю, так можно Юзбашену показать? Он говорит, как руководить. Он говорит, конечно. И ты увидишь, ее опубликуют в Ленинграде. А я приехал в Баку. Юсиф здесь отдел собрал и сказал, вы знаете, какие маски? Т-т-т-т-т. Давай стать Юзбашену. Ушел он. Два дня. А Юзбашен худой и высоченный. Два дня он ходил так. Я в библиотеку. Он сойдет в библиотеку. Смотрит с удивлением. Уходит. В столовой мы. Подойдет. Смотрит. Как на чудовище. Девочки говорят, это что, его реакция на твою статью? Я говорю, я не могу понять, я ему дала статью, а он мне ни слова не говорит. И девочки, когда увидели эту реакцию, они очень много ленинградки, они собирали очень большую роль, хорошую роль в моей судьбе. Они тут же, ксеркса не было, в университете на машинке пробили ее несколько экземпляров, скрыв от меня. Далее идет трем ленинградским титанам мысли. Каждый из них был руководителем их. Они прочли, сказали, очень. А в чем дед Бастич Башент ходит вокруг нее, около и молчит. Теперь я прихожу, он же более уверенная, я говорю, что она любенная так далее. Я говорю, где я написала статью, вот он носится, ходит, он ничего не говорит. Говорит, да, срочно идите в Эрмитаж, в Эрмитаже сейчас конференция. И он это сказал, что, а кто будет знать, что она написала? Он сейчас ее огласит от своего имени. Ну, здесь я зверь. Она говорит, срочно идите. Я открываю дверь, захожу в зал в тот момент, когда он на трибуне, Господь делает, все Господь делает. На трибуне она объявляет о термине Ерт и Ердумарт. И я в дверях. Я зашла. Он говорит, кстати, эту статью мы написали вместе с Фаридой Мамедовой. Я говорю, ничего похожего. Это тоже я сказала. А ленинградские ученые сидят. Он ее огласил. Но уже все поняли. Понимаешь? Когда он пришел, Рустам Рубенов тоже кое-что наговорил. И сказала, что Юсиф Юсифов был у Диакона. Диаконов на благостилам наносили. Диаконов знает об этой статье что-то. И они предложили ее в ленинградском вестнике. Так Юсбашян не мог ее. Но что интересно, эта статья во всех книгах армянских исследователей в примечании, когда идет объяснение терминов, каждый армянский ученый выдает от своего имена. Каждый. Ерт и Ердумарт пишет, что я пришел. Это шизоид армянский, да, наверное? Не шизоид. Как бы присваивание. У них же там в глубине сидит, присваивание. Не его, но он должен присвоить. Это болезнь. Если от этой болезни может излечимся, может будем жить так. Это было очень сильное, такое глубокое открытие. И никто не может от него отказаться. И они запросто. И никто не упрекает, почему же у Саркисяна это, у Юсбашян эту мысль сказал, Хаши Турян сказал. Но так же не бывает, ты понимаешь, вот так. Только я поняла, что я на правильном научном пути. Значит, эта статья прошла. Потом дальше уже. Ну, армянский у меня уже идет хорошо. Пихлеви – это нож в горло. Единственное, я понимаю, пихлеви мне чем помогает. Я стала заниматься социальными терминами. И как только я дам древнеармянскому источнику эти термины, древней персидики, средней персидики, я это запросто распознавала. И я тогда вскоре поняла, что древний армянский язык – это полностью персидский язык. Они единственное, что в дарении гласных персидских и древней персидики пишутся только согласные. Они никогда гласные не пишут. Но каждый перс, читая, знает, какую ему гласную ставить. Например, ценности. Ценности называются зер. А зер пишется зе-ре-де. Последнее д не произносится. Но каждый перс, смотря, знает это зер. Армянин как выкрыл, он говорит зерт. И это тоже одно свидетельство его зерта. Зерта, ты понял, да? И вот так я это очень быстро стала распознавать. И в древний армян поэтому… А я занималась именно социально-политическими терминами. Это уже я сама выбрала. А они были древнеперсидские и среднеперсидские. В древнеармянском, понял? И потому здесь у меня шло совокупно и древнеармянский, и среднеперсидский, и древнеармянский, и так далее, и так далее. И это… Исследую, исследую, читаю. Корифеев, академика Еремяна, что он пишет об Албании. Он писал Албанию в истории СССР. Ну, он там такое написал. Всюду феодализм, а здесь первобытная общинная строй. На основе чего? На основе четырех терминах. Ну, термин – это был мой конек. Конек-то конек, но чтобы этот термин проследить, я этот термин прослеживаю на древнеармянском по всему Моисею Канкатульскому, после этого там получается другое значение. А может быть, этот термин в армянском по-другому дает другое значение. Я его прослеживаю по всем армянским источникам на древнеармянском языке. Каждый термин. И думаю, как же мне быть, как же мне быть Дамдамаев, ученый, крупный ученый, с мировым умом, древнеперсидского языка, иронист. Я ходила на все доклады крупных ученых. Пусть это иронистика, пусть это шумирология. Мне было интересно, как методика, метод, постановка. Это мне очень много дало, очень много. Это мне советовали мои подруги. Они приходили, говорили, ты знаешь, «Маметка, беги в университете, буду делать доклад коростовцев». Маметка там, я понял, это была школа ленинградская. И друг Дамдамаев там делает доклад и говорит о том, что у него в шумирском древнем обществе, ассирийском, по-моему, в древнем обществе, его таблица показывает там термин, обозначающий раба, обозначающего свободного этих терминов. Столько-то, там пошло такое количество цифр и такая классификация, я обалдела. Я подумала, дай-то я подойду к нему, чтобы он мне тоже помог в классификации. Я ему рассказала, он сказал, ну у меня вот так, у нас глиняные таблетки, эти самые, клинопись, у нас, говорит, без меня. Это говорит мировой науке, библиотека прекрасна, это все перераспределила по тематике, если мне нужны рабы, это уже обращаюсь к этому каталогу, если мне нужно то, т.т.т. Фарида, у вас, и кроме книга, вот сами-сами подумайте, если терминами занимаетесь, может быть, вы сможете термины классифицировать, и каждый термин сделать картотеку на термин. Вот это уже для меня была школа. Я тогда стала читать Холлокопойского, и уже не просто брать термин один, его страницу, в контексте. Вот здесь он выступает в таком-то контексте. Выписывала. А в другом, он немножко другим нюансом. То есть это давало спектр применений термина. Понял? Два года я этим занималась. Два года у меня ушло на то, чтобы все термины в картосеку расписать, а потом я эти термины стала по армянским источникам. Меняются или нет. Армянские источники, то, что они описывали, тоже это земля была, понимаешь? Тогда еще не знала я. В общем, все это я проделываю, и как-то Юзбашян спрашивает, а чем занимается Фарида? Они говорят, у меня такая картотепа, и так далее, и так далее. Он сказал, когда ей не говорите, я приду к ней в общежитии. И вот как-то я сижу, и вдруг первый этаж окно, и я вижу во дворе, он идет к нам. Я обалдела. Обалдела, и сядет подруге, говоря, она говорит, ну что делать? Пришел, сейчас я чай поставлю, мы примем его. Он зашел, Фарида, нет, я хочу посмотреть вашу картотепу. Она у меня стоит. Он полистал, полистал, посмотрел, обалдел и ушел. И он стал дурак под моим руководством, я считаю. Он стал такую же картотепу для себя делать, понял? И по этой картотеке уже я знала, если в любой академии их говорит термин «Госкакерт» это то-то, я смотрела свое, ничего похожего, это не получалось, а получалось вот что. И их ученые, значит, да, в науке господствует мнение академика Еремяна. Он пишет, что всюду рабовладение, то есть всюду феодализм, в Албании первобытно общинный строй. Я по этой картотеке пишу из Еремяна на лопатке, Еремяна на лопатке по конкурсу. И более того, и для Армении он неправильно говорит, уже даже вот так. Везде вы опровергали его, аргументированно? Везде. Академика Еремяна я сделала с него мокрое место. В этот момент моя подруга, аспирантка Игоря Михайловича Дьяконова, вот это корифей науки, она говорит, что, она меня спрашивала, над чем работаешь, я говорю, слушай, пишет это рабовладение, рабство, у меня получается рабство на Кавказе, не было его на Кавказе. Все, пожалуйста. Да, это 65-й год. Игорь Михайлович… Нет, я поехала. Да, Игорь Михайлович, в кабинет корифей науки, доктора наук собирается, не все, но отдельные хорошо мысли, что у них тоже в древнем обществе рабство не получается. Алла это слышит. И она приходит и говорит, зайди к Игорю Михайловичу, она ему говорит, что вот она на данном бане работает, а у нее не получается, он может как, она так хорошо собралась, пусть она придет ко мне. Я пришла, и он сказал, что, да, у нас будут семинары по социальной информации, там только доктора наук. Но я разрешаю, поприсутствуйте, послушайте, вам пойдет на пользу. Я говорю, Алла, я тебя очень прошу, я стесняюсь, давай пару раз со мной вместе пойдем. Алла тоже моя подруга, мы пришли, сели, вот первый семинар, первый. Лондин встает и говорит, рассказывает свое набатийское общество, которое в общем древности, и что у него там начинает говорить об общине и характеризует ее, и не может понять, что это за община. У меня вырвалась Марка Энгельсен. Когда я сказала Марка Энгельсен, все встепенулись, Алла моя съежилась, что первый раз я глупость спорола, да за меня она беспокоилась, что я опросоволосилась. Игорь Михайлович на мне задержал взгляд, взял. Сижу, слушаю, пошло все-все-все-все, он рассказал, каждый сказал, что это за община, за это, а он написал территориальную общину, мне это известно. Игорь Михайлович, подавляя итоги, говорит Армундину, что у вас территориальная община, о которой хорошо написал Энгельс, и назвал ее Маркой, и на меня посмотрел. Представляешь? Все на меня посмотрели. Теперь мы вышли, Алла говорит, откуда ты это слышала? Я говорю, я не могу понять, Шахмалин там лекцию читал, и он так долго на этой Марке Энгельсе сидел. Она молчит, и я не могу понять, а в чем дело, только рифеи науки сидят. На то же время я говорю, Алла, ты мне скажешь, ты что, ты не стфак кончала? Она говорит, нет, у вас стфак. И что вы проходили? Вы историю? Она говорит, на историю мало отводилось в восточном языке. А вот сидели все ученые. Они кто? Она говорит, понимаешь, они все доктора филологических наук. Я поняла, почему я как историк. Ты понял? Я говорю, а Игорь Михайлович Диаконов? Она говорит, вот он единственный человек, который в начале кончал стфак, потом пошел и закончил восточные языки. Вот почему Игорь Михайлович уже твердо знал. Ты понял? А я со своим историческим образованием, без филологии. И Игорь Михайлович сказал, что пусть Фарида приходит. Эти семинары были около трех лет. В неделю один раз. Я на все эти семинары шла. Это мне дало очень много. Это было любое восточное общество. Я уже точно знала признаки рабства. Оказывается, раб в древнем обществе тоже мог иметь хозяйство. У раба были рабы. Это не одинаковое положение. И что рабство могло быть только у империи. У империи везет войны. Военнопленных берет войны. Это источник его рабства. А любая локальная страна, у которой не везет войн, откуда у нее рабы? Ты понял? Вот так я прозревала. Я даже все те нюансы тебе рассказываю. И пишу дальше. Каждая глава Еремян на лопатке. Каждая глава имя. Юзбашин читает, балдеет. Значит, вторую статью я даю большую. Он опять сходит неделю, на меня смотрит, ходит как на чудовище. Я говорю, девочки мои торопят. А что он говорит? Я говорю, он опять на меня как на чудовище смотрит. Они опять напечатали, опять дали этим ученым. И каждый из них сказал, что это уже костяна диссертация. А я не знаю. Она говорит, ну и что он? Ты скажи, что бы он поставил на обсуждение? Там Камила Васильевна Тревер, член-корреспондент, специалист по Албании. Я ей даю, она тоже молчит. Я сказала, Карин, а когда будет у тебя обсуждение? Он говорит, ну надо же, пришла как трусливый кавказец, а ведет себя как победитель. Я сказала, а в чем я победитель? У меня у себя была трусливый кавказец. Наверное, на адаптации. Я долго не могу оставаться трусливой, если только я была трусливой. А почему кавказец должен быть трусливым? Ты понял? Знаешь, Фарида, вы написали «Не бог весть что». Это Тревер? Нет, это говорит из Башьяна. Я с Камилой Васильевной говорила, она тоже такого же мнения. Может даже к ней не подходить. Оказывается, Тревер, если одна бы ее ученица была, она обо мне такие дифирамбы пела, что почему-то она ко мне не подходит. Я говорю, вот так. А он мне все время говорит, что Тревер о вас такого мнения. И это. Вы возьмите эту статью, поезжайте в Баку. Вот для Баку это будет то, что надо. Но в Ленинградской науке нет. Ну, я пришла так. Суисю Зюльмиш. Девочки мои спрашивают. И одна из них была специалистом, и сейчас есть она крупный специалист, под дальневосточное искусство. Япония, Корея, Китай. Другая шумерология Ирина Михайловича Диакова-Странха. Ну что, я им сказала. Они ничего мне не говоря размножили и дали опять пяти ученым читать. И все сказали, что устроим обсуждение. Устроим. Вадим Привасович говорит, Алла говорит, ты знаешь, лапонька, сегодня в 12 часов в кабинете Кавказском у Южного Башена будет обсуждение твоей работы. Как? Да, мы сейчас объявление повесили. И Тари, ты знаешь, очень хорошо написала. Кто сказал? Левшит. Я схватила. А Левшит любое обсуждение сводил к нулю. Что вы сделали? Я так рыдаю. Я так рыдаю. Ну все, вы мне дали волчий билет. Я завтра уезжаю домой. Почему? Я не знаю, как Владимир Аронович любой доклад сводит к нулю. Они говорят, а у тебя сильный. Слушайте, вы не можете понять. Я умна рядом с дураком Юзбашьяном, но не более. Это я поняла. А там, где Левшит, там, где Игорь Михайлович Зиаконов, они говорят, и Пигулевская. А Пигулевская была академиком, но дура была. Я говорю, Пигулевская черстняка. Вот видишь, ты уже за Пигулевскую сможешь. Вот так. Обсуждение. Все ждут. И уже сегодня мы объявление повесили. Ты мимо прошла, не заметила. Я покажу. Объявление висит. Стоит объявление Юзбашьян. Фарида, вон вы чем занимаетесь? Саморекламой. Я говорю, Карин Никитич, я узнала это только сегодня. Это мои девочки. И эти ученые, и Дандамаев, идут на обсуждение. Ой, я как осиновый лист. Сейчас они скажут, что это тут. И это первая большая, кроме Ержида и Ержида и Маржида, 56 машинописных страниц. Виспашин стоят. Гибкие. Гибкие. Во-первых, я хочу вас всех предупредить. Мне жутко повезло. Фарида не аспирант мой. Мы коллеги. Этим он их расположил очень. Они сказали, ни один руководитель этого не скажет. Но они не знали, что он вот-вот. Вот Каменна Васильевна и мы вместе обсуждали. Действительно у нее чистый феодализм. Нэ, 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 нэ. Теперь я жду Дандамаев. Дандамаев говорит, я поздравляю вас всех. Фариду, прежде всего, костяк диссертации готов. Ты знаешь, а как костяк диссертации? Костяк диссертации готов. Надо немножечко в каждой главе подлить воды. Ревшид говорит, аналитическая машина, нэ, 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 нэ. Я поверить не могу. И Каменна Васильевна Тревер в конце говорит, что да. Но никто не видел феодализма в Албании. Я предполагала, Фарида это доказала. Но все стали поздравлять. Ой, 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 ой. А там идет каждый термин. Еремян на лопатках. Еремян на лопатках. И на лопатках еще, ну, этот. Гагик Харенович Саркистан. Тут ученые с европейским образованием. Один термин, он не разобрался. На следующий день Ерустана Рубина говорит, Фарида, это, Саркисян здесь. И он знает о том, что вы о Достокерте тоже пишите. Он хочет с вами познакомиться. Уже они со мной хотят познакомиться, понял? Значит, я выхожу, и он. А он по поводу этого термина, у него статья. Источник V века о термине Достокерте. Имеет в виду армянского автора Харенского, которого они считают V веком. Я его подняла с Мулбин. Он автор VIII-IX века. Я подхожу, меня познакомили, и я говорю, скажите, пожалуйста, на каком основании, прежде всего, вы Харенского датируете V веком? Он говорит, да, я все понял. Значит, вы в курсе ученых-филологов, мыслителей XIX века. Они подвигали критики, но я подвергла критике глубже. Я говорю, да, не только это. У меня есть тоже свои обоснования. Тогда начнем так. Запомните. Это не научный разговор. Но Центральный комитет армии с подачей армянской науки утвердили, датировали Моисея Харенского V веком. Вы поняли, насколько это серьезно? И смеется. Ты понял? А с него уже ничего не спросишь. А вы правы. Я не могу нарадоваться. И еще второй вопрос. Вы неправильно в нем видите дачное хозяйство. Это не дачное хозяйство, это частное владельческое хозяйство. Он говорит, мне сказала Руслана Рубеновна, и вы правы. Я думаю, как-то я права. Кагекс, Саркисян, я права. Еремян, ты понял, да? Саркисян ушел, и Руслан Рубеновна не сказал. Ей когда-то будет нужен отзыв. Я большого отзыва не дам. Руслан Рубеновна сказала. Кто-то поддержит. Она все равно пробивается. Армянская наука будет. А так, что благословение армянская наука тоже дала. Она была хитрой женщиной. Он ей говорит, что Гахи Харин хочет вам дать рецензию. На трех строках, три строчки. Что она права. Хорошие мне наблюдения. Чтобы она продолжала в этом движении. Отлично. Что вы делаете? Это был форум. Это русско-азербайджанский форум. Это недавно был. На этом форуме я была. И там, когда уже было секционное. На секционных были дискуссии. И в дискуссиях очень хорошо выступил. Дедексивщик наш. Чингис Абдуллаев сказал, что вы говорите. Идите, договоритесь с армянами. В Гюмру стоит ваши войска и техника. Вы на нашем месте. Как вы договорились? Это меня окрылило, что он молодцом так сказал. После этого Фира Ализаде сказала. Она говорит, что в Евровидении вы прислали бурановских бабушек. Учитывая их возраст. Потом, ну, теперь симпатичные гости наши. Мы отнеслись очень доброжелательно, хорошо. И место второе не только мы давали. Весь мир танцевал. И потом, раз вы их прислали, надо думать. Это самые лучшие ваши силы по вокалу. Это она шикарно сказала. А вы, вместо того, чтобы ваши претензии к самим себе, вы нас критикуете. А потом Рима Ахундова хорошо выступила. Что у вас во всех каналах сидят армяне. Было, есть и будет. И объективно есть, но здесь пробить невозможно. Вот так. После этого они, значит, когда я выступила, я думала, нет. Я, значит, армян ужали потом. Я сказала, что вот как раз то, что вас интересует. Лет то ли пятнадцать, то ли восемнадцать, то ли двадцать. Там иногда Роучас Савельян написал книгу «Аз и я». Что, собственно, Роучас сделал? Роучас, в силу определенных событий в его личной жизни, я как раз сказала, он был говорить. Он был хорошо обучен древнеславянскому языку. Он просто знал его. Потому что, это вам я говорю, эмигранты русские, которые знали специалист Старославянского, они хотели, они бежали через зюк хотели, но задержались в его городе. Задержались. И он был смышленым парнем, мальчишкой. В общем, они его прекрасно подготовили. Он здесь их знал. И читая слово полку Игорева, он там нашел тюркизмы, слова, которые с точки зрения славянской лексики никак, а с точки зрения тюркской, прекрасно читали. И на хорумах был какой-то один историк. Он говорит, да-да, она права. Он орал, что она права. Я говорю, и дальше что он сделал? После того, как он попрочитал, вся наука историческая Советского Союза ополчилась. Это же был ужас. Если не кунайт, его вообще, наверное, убрали бы. И через некоторое время сделали это. Ученые собрались. И его на ковер вызвали. И когда он пришел, было десять академиков, историков, в Российской Федерации. И он, когда я в секву бизнес, сказал, я достиг цели. Если я мог привлечь внимание к речевой степи, к истории тюркского мира, внимание десяти академиков, я достиг цели. Все, я ухожу. Он ушел. Но мне рассказали, что академики поняли и сказали, что до сих пор история России неправильно писалась. Она должна писаться только и только в тесном контакте с историей кочевой степи. И генетически, и исторически, и культурно, во всех смыслах. История, которая была из Москвы. Она права, он готов был это. Так вот, прошло сколько лет. А я не вижу истории России, которая писалась бы в естественном контакте с историей тюркского мира. В общем. И после этого они сказали, мы это записали, зафиксировали. Что вы еще скажете? Я говорю, ну еще что я скажу? Вот, кавказоведение. Кавказоведение в России было в начале 19 века. И то это были кавказоведы, французы, которые приехали в Россию. Они умерли. И вот с тех пор в историческом, в научном мире России и в постсоветском пространстве не было кавказоведения. Я сказала и села. Села, перерыв, председатель подходит ко мне и говорит, вы знаете, в вашем произношении были питерские акценты. Какой питерский акцент? Вы не в Петербурге кончали? Я сказала, аспирантуру, все. Как петербургская наука к вам? Я говорю, очень хорошо, очень восторжена. Очень. Даже по моей последней книге. Кавказоведение в Ленинграде ведется по моей последней книге. А как Московская школа? Я сказала, ну вы уже спередили мою рану. А, значит, пять лет меня еще раз вызывали на ковер. Москва не могла сказать нет. Но да, не сказала. И объяснили почему. Что это раннее чувство армянского народа. И потому мой научный труд, это политизированный труд. Он тут же секретарша сказал. Запишите. Все, я говорю, не надо. В программе есть кто. Нет, в программе одно. Я потом пришла, шефу все расскажу. Он сказал, все правильно.